Уважаемые братья и сестры, я очень рад, что у нас есть такая возможность, что мне выпала такая возможность разделить с вами радость этому светлому празднику, по поводу этого светлого праздника, когда появился на свет наш любимец Пророк Мухаммад. Говоря про Пророка Мухаммада, даже если знающий человек будет говорить днями и ночами, вряд ли можно охватить сотую или тысячную часть его достоинства, его мудрости, его глубины. И обратите внимание, любой человек, кто изучал его жизнь, любой человек, кто изучал его нравственность, вне зависимости от веры, вне зависимости от конфессии, вне зависимости от отношения к вере Пророка Мухаммада и к нему самому, давали ему самую высокую оценку, самую высокую оценку, которую они давали кому-либо в жизни. Это же о чём-то говорит. Не зря Пророк Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, вы все знаете, что личность Пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, она признана в истории всего человечества самой великой. То есть будут учёные, политики, кто угодно, из всех людей, кто был со времён Пророк Адамом до наших дней, самые великие. И это признают, опять-таки, люди, вне зависимости от их принадлежности или непринадлежности конфессии какой-либо. И когда нужно рассказать что-либо об этой самой великой личности, конечно, я ощущаю некую робость. Я понимаю, что я со своим красноязычием, то, что буду говорить, это всё равно, что человек, который картавит, щепеляет и не имеет слуха и голоса, будет показывать пример какого-либо прекрасного певца. Это моя речь, она будет подобна речи картавого, щепелявого человека. Говоря о Пророке Мухаммаде, я хочу обратить некоторое внимание, да, обратить внимание на один факт, что вот то, как любили его сподвижники, это удивляет абсолютно. Я приведу один пример. Вот когда одному из сподвижников, Адламину Зайгу, он был из ансаров, он находился в своём саду в Бедине, и, подождием к нему, подошёл его сын и сказал о том, что посланника Аллаху не стало, что он скончался. Что сделал Адламину Зайгу? Адламину Зайгу поднял руки в небо и сказал, Аллаху, ты знаешь, что я после того, как не стало твоего посланника, не хочу уже видеть что-либо на этом свете. Я тебя прошу, чтобы ты забрал меня в это свете, чтобы я уже больше ничего не видел. И в этом же месте осынен, пока не ступил ни одного шага. Это некоторые к ним отнесутся скептически, другие не поймут. Но что двигало им? Что двигало Адламину Зайгу, что он просит, чтобы сегодня лишил его зрение? Это же нелогично. Им двигала любовь. Язык любви, он отвечается от языка разума, от языка логики. Когда человек лишается того, что он любит, он бывает в обиде на весь мир. Он не хочет видеть ничего, что его отвлекает от того, что он любит, от того, что он любит. И это не было единственное из подвижников. Большая часть подвижников, они были на грани помешательства. На грани помешательства. Почему? Я вот когда изучал, и пока они были в таком состоянии, пока к ним не вышел Абу Бакар и сказал, о люди, прочитал аят, о поистине ты, о Мухаммад, смерти, так же, как и другие люди, как и другие пророки смертные. Только лишь тогда они пришли в себя. Это был аят, который они читали сотню раз. Нет, сотни тысяч раз. Но почему они были тогда на грани помешательства? Потому что ими двигала любовь. Ни одна мать не представляет себе свою жизнь, потеряв своего любимого ребенка. Видели мать, которая потеряла ребенка? Она с ума сходит. Она не представляет жизни без этого ребенка. Она думает, как это? Всевышний же видит в мое сердце. Почему Всевышний не забрал мою жизнь? Оставил моего ребенка в живых. Так думал каждый святой дружинка. Он был уверен, глядя на свое искреннее, глубокое, любовь, любовь и любовь к посланнику Аллаха, что Всевышний заберет его жизнь, а оставит посланника Аллаха в живых. Это понятно, что святой дружинке любили. А теперь я хочу задать вопрос. Почему они? Потому что эти сподвижники ощущали от этого посланника ту любовь, которую они не ощущали ни от кого. Ту любовь, которую они не ощущали от самого любимого и любящего человека. Будь это жена, мать, отец или кто-либо еще. И их любовь была ответной. Ответной на ту любовь, которая исходила от посланника Аллаха. Поэтому каждый сподвижник, он был уверен, что посланник Аллаха больше всех любит его. Почему? Потому что он только от посланника Аллаха он ощущал такую любовь, которую он не ощущал ни от кого. Но посланник Аллаха так любил всех. И сегодня я хочу вас обрадовать. Потому что посланник Аллаха сказал однажды, находясь в печали, я сильно скучаю по своим любимцам. Его спросили сподвижники, не мылись твои любимцы? У посланника Аллаха сказал нет, он там, асхаби, нет, вы сподвижники. А любимцы это те, которые придут перед концом света. Которые каждый из них будет готов отдать все, что у него есть для того, чтобы один раз увидеть меня. И я хочу вам сказать, что этот посланник любит каждого из нас. Той любовью. Намного большей любовью, чем ту, которую мы ощущали от кого-либо. Но мы ведем себя как эгоистичные люди, которые любят себя и позволяют другим любить себя. Не отвечая на эту любовь хотя бы чем-то. Наверное, это неправильно. Говоря о посланнике Аллаха, можно говорить много, но, к сожалению, сегодня мы потеряли величие мусульман. почему? Потому что мы отошли от пути самого великого, от его нравственности, особенностей. если мы будем говорить о нравственности посланник Аллаха, это огромный большой мир, если мы будем всю жизнь изучать одну черту его характера, это будет сложно нам принять, но мы не сможем до конца понять одну черту. Я вам приведу пример. Говоря о простоте посланника Аллаха, однажды посланник Аллаха, вот, ну, эта же простота отражается в быту. Однажды, говорит, один из бедуинов вошел в мчель, спросил, кто тут посланник Аллаха? Ему указали, он. Или же в другой версии, говорится, посланник Аллаха, сказал, это я. Если бы посланник Аллаха отвечался от них в местном сиденья, если бы у него был бы стул удобный, возникли бы у этого бедуина вопросы? Нет. Если бы посланник Аллаха, алейсалям, был бы одет в дорогую, красивую одежду, которая его отвечала от других сподвижников, у этого бедуина тоже вопрос бы не возник. Понятно было бы, это человек, яркая и яркая личность, все остальные на него смотрят, значит, это должен быть посланник Аллаха. Ну, ладно, этот пример может быть не такой яркий. Другой пример, когда посланник Аллаха, алейсалям, что он сделал? Он собрал людей и сказал, «Да, Иоанн, ой, люди, я человек, и если я вдруг кого-либо ударил по спине, вот моя спина, этот человек может ударить меня взамен. Если я забрал чьё-либо имущество, знаю или невзначально, вот мое имущество, заберите, пожалуйста, разумею. И если я зацепил чьё-либо честь, пожалуйста, цепляйте и меня. И не надо бояться, что я буду бежать к этому человеку обиду, души, это не мой путь и не мой стиль. Когда он достиг максимума величия, простанник Аллаха проявил максимум простоты. Где мы сейчас от этой нравственности? Говоря о нравственности, я вернусь немного позже, и сегодня, к сожалению, говоря о нравственности постанника Аллаха алисайта ассалам, некоторые люди, которые ассоциируют постанника Аллаха с террором, рисуют соответствующие картинки и карикатуры. Ну и давайте будем честными, человек невежественный не может знать, что может не знать, что постанник Аллаха о величии постанника Аллаха. Человек, который работает журналистом в газете, мог ли знать, мог ли не знать, что все люди, великие люди, на первое место в истории всего человечества поставили пророка Мухаммада. Нет, он не мог не знать. Ну, это ладно. Почему я говорю, ладно, а почему я этот пример тут привел? почему постанника Аллаха ассоциирует с террором? Благодаря и мухаммада.